В храме Рождества Христова по благословению настоятеля отца Александра Игнатова совместно с региональным центром спортивной подготовки Краснодарского края по интеллектуальным видам спорта состоялся шахматный турнир в честь празднования Дня Памяти Святого Равноапостольного Князя Владимира и 1035-летия Крещения Руси. Шахматы это такой вид спорта, который заставляет думать. Причем думать на несколько шагов вперед. Не просто едва, едва, едва и все. Дальше там огромное количество комбинаций. И от того, насколько ты правильно сделаешь свой выбор, свой шаг, свое движение фигурой, будет зависеть результат. Вот этому надо учиться и нам в духовной жизни. От того, насколько ты не просто сделаешь один шаг и остановишься, а ты еще продумаешь, а что будет потом, а будет ли там дальше, может быть, угроза твоему пути, а может быть, надо что-то обойти, чем-то пожертвовать, чтобы победить. Я считаю, что этот вид спорта достоин того, чтобы им заниматься не только в общественной, но и в церковной среде, среди тех ребят, детей, взрослых, мам, бабушек и дедушек, которые приобщаются к этому виду спорта. В соревновании смогли принять участие все желающие – и дети, и взрослые. Очень часто любовь к шахматам, к логике, стратегии, поединку умов прививается с раннего детства. К шахматам приобщился, наверное, в раннем детстве родители приобщили. Эта игра дает и учит многому. Во-первых, она развивает ум, позволяет общаться с теми людьми, которых ты уважаешь, дружишь с тем. И очень приятно, что в наше время стало очень много заниматься детей. Огромное спасибо. Первый учитель и партнер по игре нередко – это папа, брат, дедушка. И в этом турнире приняли участие в том числе и семейные команды. Очень люблю играть в шахматы. Играю с самого детства. Отец меня приучил к этому делу. Ну, в школе немножко играли в шахматы. Очень люблю посещать такие соревнования. С детишками вообще играть очень интересно. Они такие умные дети. Играют на уровне взрослых. Ну, такие дети просто чудо. Я с удовольствием сюда пришел и товарищей привел сюда. С парнями с маленькими. Выиграл две партии. Вот. Может быть, надо было поддаться ребятам. Но поддаваться, сказали, нельзя. Нельзя. Рядом с родителями разыграли свои партии дети. Рядом с дедушками – внуки. А мамы переживали и поддерживали игроков. Мероприятие прошло в очень теплой и дружественной атмосфере. Мы очень любим шахматы. И мой сын занимается шахматами. И есть прекрасная возможность поучаствовать в таком турнире, организованном вот при нашем любимом храме. И самое главное, что сейчас в этой теплой обстановке есть возможность поиграть и с детьми, и со взрослыми, и попробовать свои силы. Мы очень счастливы быть здесь. Между турами шахматисты обсуждали сыгранные партии и делились впечатлениями. По завершению соревнований медалями, кубками и памятными грамотами были награждены призеры и победители. Еще раз желаем успехов. И дай Бог, чтобы в дальнейшем, когда мы собирались, мы получали главный результат – радость. Радость не от того, чтобы кто-то что-то получил, а от того, чтобы мы были вместе. Для награждения был приглашен шахматист в городсместе России Сергей Корякин. Великолепная инициатива, когда при церкви организуются турниры, шахматы – мой родной вид спорта. Но не так часто у нас было именно такое прямое взаимодействие с церковью. А вот здесь вот приятно. И спасибо большое отцу Александру за поддержку. Великолепная инициатива. Я надеюсь, что она будет продолжаться и в дальнейшем. Бывает так, к сожалению, большому, что спортсменов воспитывают, что вот есть твой вид спорта, и все, больше ничего вообще не существует. Но очень важно, чтобы мы не забывали, что мы все ходим под Богом, что нужно молиться, что это главное. Я всегда стараюсь перед партией помолиться, настроиться. И, конечно, на соревнования стараюсь брать иконы, потому что я считаю это очень важно, и это действенная помощь. Что для вас родина, любите родину? Родина как-то само собой совершенно понятна, что для спортсмена это возможность представлять свою страну как во внутренних соревнованиях, так и в международных стартах. И это возможность выступать под своим флагом, слушать гимн в случае победы. И когда нет такой возможности, когда не допускают под российским флагом, тогда я не участвую в турнирах вообще. Желаю молодым воспитанникам обязательно хранить свою веру, обращаться к Господу. Господь не оставит тех, кто искренне к Нему обращается. И всем удачи! Христос посреди нас! Есть и будет!